Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович, который уже стал для украинского народа успокоительным и второй вангой, заявил, что в скором времени российская армия потеряет свой наступательный потенциал. Приблизительно это произойдет к середине апреля-начале мая и ротация им не поможет. Он отметил, что у врага недостаточно сил, поэтому украинцам будет проще его дожать и победить. Даже если они останутся на нашей территории, как только появится зелень, мы будем бить их стоящих военными и местными силами. Селяне быстро покажут им, каково это стоять на месте в стране, которая тебя ненавидит, сказал Арестович. Кроме того, Арестович сказал, что оккупанты вряд ли вернутся в Киев на оставленные ими позиции, ведь по его словам, никто не сдает оборонительные позиции, а потом отбирает их, ведь проще их держать. Также для возвращения им нужно больше вооруженных сил, которых уже нет в ВРФ. «Надо быть полным идиотом, чтобы снова ввести войска против Киева. Если они придут, мы их уничтожим», сказал Арестович. Теперь, когда оккупанты собирают силы на востоке, Украина понимает, что Российская Федерация готовится ввести наступление в этом направлении. Однако Арестович не верит в успех этого наступления. «Российские войска уже истощены. Снабжение кадрами весьма неоднородно. Из разных ведомств, из разных частей, с разным сроком пребывания. Кроме того, российские вояки уже трижды откладывали запланированное наступление. Так что могут откладывать и дальше», говорит советник председателя ОП. Другими словами, стратегический отход России от неудавшейся осады Киева является не столько отступлением, сколько паузой для перегруппировки. Зарубежные эксперты опасаются, что хотя большая часть Северной Украины может получить некоторую передышку, интенсивность боевых действий, вероятно, усилится на других фронтах в ближайшие недели. Чтобы отразить эти усиливающиеся атаки, Украине потребуется дополнительная поддержка со стороны Запада, что является одним из ключевых факторов, определяющих следующую фазу войны. США и Европа также могут усилить свою поддержку Украины, усилив санкции против России. Нынешние санкции сильно ударили по стране, временно подорвав стоимость рубля и лишив Россию доступа к крупным сегментам мировой экономики. Но на этом фронте можно было бы сделать гораздо больше. В частности, Россия продолжает зарабатывать миллиарды долларов на экспорте природного газа в европейские страны, которые по-прежнему сильно зависят от этой линии поставок для удовлетворения своих энергетических потребностей. Особенно в Германии. Сокращение импорта российского газа обычно рассматривалось европейцами как крайняя мера, поскольку это дорого обошлось бы к их экономике и уровню жизни.